Спокойно, полностью уничтожили шесть лингов, не потеряв ни одной пробки. Чарльз на свой пилон, и как только зелот ускоряется, нажать подходит, и начинают все по очереди блинкаться. И кружок из тараканов, который, к примеру, летает без рафта. Вот, всем привет, с вами Тед, и сегодня у нас полнейший гайд на протасов. Если вы хотите поддержать такой же контент для других рас, вы можете поддержать путем донейшенов, соответствующую категорию, ссылка в описании на донейшен. Либо еще проще, в комментариях под видео, просто оставляйте комментарий, что вы зерк или теран. Если я вижу, что вас много, зашел, этот ролик оказался полезным, поэтому обязательно смотрите его до конца, даже если вы зерк или теран. Оставляйте в конце ролика коммент, тогда выйдет такой же обучающий классный контент для других рас. Итак, ребята, тема обширная, и можно говорить очень о многих особенностях каждого юнита, о том, где и как, в каких ситуациях иногда он применяется. Но мы сделаем круче, мы сделаем плотно, интересно и только основные вещи, которые помогут вам в ваших играх. То есть будут только нужные знания по каждому юниту, которые пригодятся на практике. Итак, пробка или рабочий протоса, который просто ходит и добывает. Все кажется просто, но какие у нас могут быть проблемы в игре? К примеру, соперник хочет нам заварить газ. Как этого не дать сделать? Если вы нажмете на ваш газ вот так вот и к нему примкнете, это не помешает сопернику, потому что ваша пробка уйдет, как только соперник попробует поставить газ. Я специально переместил себя в верхний левый угол, чтобы вы видели правый нижний угол. Здесь подсвечена команда, которая сейчас относится к данному выбранному юниту. Если мы выберем эту пробку, у нее какая бы команда ни была, стоп или мув команда, она будет всегда и даст поставить газ. Но если вы хотите не дать этого сделать, нажимайте hold position и тогда соперник не сможет поставить ничего. Частая ситуация. Раш рабами какой-нибудь на вас прибегает или, например, зерлинги забегают в минеральную линию. Что делать? Многие нажимают на атаку и ваши пробки могут проиграть. Мы должны использовать минерал волк. Это способность и функция пробки, которая идет и добывает какой-нибудь минерал. Когда пробки добывают минерал, они игнорируют полностью соприкосновение с юнитами. Посмотрите внимательно. Вот эти две пробки добывают и проходят просто насквозь пробки, которая просто стоит. Так же будет с любым юнитом. Поэтому мы выбираем всех наших пробок и нажимаем на минерал, у которого есть, так сказать, пещерка. То есть между двух минералов он находится. Мы нажимаем и все они игнорируют сразу же соприкосновение юнитов и стоят в одной точке. Что получается, когда мы нажимаем на минерал, а потом атака в какой-нибудь из уголков. К примеру, вот сюда. Все пробки одновременно начинают атаку. Таким образом, если у нас линги забегут в минеральную линию и начнут атаку, мы сейчас увидим, как легко мы с ними расправимся через вот этот трюк. Потому что у нас 16 пробок, они будут почти сразу убивать по лингу. Посмотрите, линги могут бить только одну пробочку буквально, а мы таким вот манипуляцией небольшой спокойно полностью уничтожили 6 лингов, не потеряв ни одной пробки. Заезд гейлеонов. Для многих нелюбимая стратегия и часто от нее пытаются увести пробок. Но что получается, когда пробки уводятся? Они, как вы уже знаете, собираются в одну точку и могут потеряться вот так вот просто за один взрыв. Как ни странно, самая эффективная стратегия это не делать ничего, либо нажать пробками. К примеру, выбежать, если есть время, и нажать на стоп. Почему на стоп? Потому что на стопе пробки будут после атаки сами разбегаться в разные стороны. И будет очень тяжело подловить какой-то угол гейлеоном, чтобы их за один удар всех полностью уничтожить. У вас будет время с ними разобраться. Ну и также, если соперник, к примеру, стал в такой неудобной позиции, в которой он имеет преимущество, а мы можем бить буквально одной пробкой, мы не забываем про минерал волк. Потому что если мы встанем сюда и нажмем минерал волк, мы пробежим насквозь его и будем его окружать. И можем точно такими же приемами, всеми пробками, очень легко и быстро уничтожить зилота. Посмотрите, мы не потеряли опять ни одной пробки. Но если бы зилот стоял в этой же позиции и мы бы просто нажали на него оклик, произошло бы нечто не самое приятное. А именно зилот бы уничтожил, ну я не знаю, как минимум, ну 6 пробок точно уничтожит. Смотрите внимательно, уже 3, 4. Будет ли шестая? Да, 6 пробок зилот уничтожает. А можно было не потерять ничего, если бы просто использовали минерал волк. Зилот. Важно знать, что зилот наносит 2 атаки, а не 1. Поэтому если вы огромную армию зилотов пытаетесь контролировать атакой и хождением постоянным, тогда вы можете начать пропускать 1 из атак. А это очень критично отразится на вашем уроне. Смотрите внимательно, как атакует зилот. Он всегда делает раз-два. Мы можем это раз-два прервать хождением. Как вы видите, вот здесь он нанес только 1 атаку. Поэтому зилотов чаще всего старайтесь оставить просто спокойно сражаться. Если вы будете эффективно использовать атаки зилотов, вы можете проверить это против 4 лингов. Просто отправьте 4 линга атаковать зилота и попробуйте победить лингов. Если вы будете бить постоянно по конкретному зерлингу, не разбивая атаки между ними, вы тогда сможете одержать победу. Если же вы вот так вот мельтешите между каждым зерлингом, вы скорее всего проиграете. Смотрите внимательно. Два одинаковых сражения, но во втором сражении зилот победил. Как вы помните буквально из прошлого примера, зилот должен стараться минимизировать площадь урона по себе. Таким образом он должен стоять между зданий, возле камешков, возле стенок, чтобы его невозможно было окружить. Таким образом, зилот, если он будет сражаться, к примеру, против вот такого количества лингов, сможет уничтожить очень много из них. Как вы видите, остался только один линг. Если бы это сражение происходило в поле, естественно, зилот, возможно, не уничтожил бы даже больше двух лингов. Вот так вот. Если бы это сражение происходило в поле, естественно, зилот, возможно, не уничтожил бы даже больше двух лингов. Вот так вот. Полтора линга буквально по урону он смог нанести. Не часто применяется, но вы можете использовать чарж вручную на своих юнитов. Таким образом вы можете продлить дальность чаржа, потому что если мы побежим чаржем на танк прямо сейчас, вы заметили, начало бега было вот из этой точки, то есть зилот, который просто бежит и пытается зачаржиться в танк, начнет чаржиться только отсюда. Но мы можем нажать чарж на свой пилон, и как только зилот ускоряется, нажать на танк, таким образом зилот сразу же на ускорение бежит к танку. Вот так вот вы можете классно сокращать дистанцию, если вы хотите именно помикрить зилками. Для примера, вот так вот врываются зилки и все, начинают крушить танки. Если вы так научитесь делать, это реально полезная вещь. Сталкер — юнит, который обладает высокой дальностью атаки и очень медленной скоростью атаки. Чтобы использовать максимально свою скорость атаки, сталкеры не должны сражаться стоя на месте. Они должны бегать. Посмотрите внимательно. Вот у нас сражение идет сталкер против двух мариков, который стоит на месте, и вы можете видеть, как сталкер выпускает один патрон, в то время как и два марика выпускают уже огромное количество пуль. И у сталкера остается 32 жизни. Естественно, если бы было бы три марика, то сталкер бы у нас не выжил никак. И вот у нас три марика, но сталкер будет ходить. Посмотрите внимательно. Мы просто отходим-подходим, и таким образом, к моменту, когда остается в живых только два марика, у нас уже остается полный сталкер. И вот так вот мы используем его низкую скорость атаки и умудряемся победить намного больше мариков, чем должен сталкер стоя на месте. Способность сталкера. Скачок или блинг. Блингом он просто перемещается в другую точку. Самое главное, что при скачке сталкер способен увернуться от снарядов, которые в него летят. К примеру, у мародера выстрел это снаряд. И вот посмотрите сражение сталкер против мародера. Естественно, мародер одержит победу в этом сражении, потому что он сильнее. Вот так вот устроено все. Но вы заметили, что у мародера осталось всего хп на один удар? Давайте посмотрим это же сражение, только мы один раз увернемся от выстрела мародера. Вот мы увернулись от этого выстрела. И теперь сталкер одержит победу. Но, к сожалению, тоже проиграет в конце концов. Но, тем не менее, мародер не останется жив. Таким образом, способность блинг может вам помочь решить исход вот таких вот небольших сражений, где вы должны были проиграть, либо должна была быть ничья. Но мы умудряемся, увернувшись от патрона, сохранить себе жизни еще на один удар. Приемы с блинком, которые используются в играх, к примеру. Это запрыг на какую-то рамку. Если у вас сталкеров немного, вы можете просто подойти и нажать скачок наверх. Они все очутятся сверху. Но, если у вас очень много сталкеров, они здесь все не поместятся, и скачок будет не совсем удачный. Некоторые сталкеры застрянут внизу. Чтобы этого избежать, нажимаем Move команда, нажимаем Blink, держим Shift, нажимаем Blink вверх и идти. Таким образом, ваши сталкеры, как только блинканутся, начнут выполнять команду движения. Если сталкеров очень много, вот, допустим, 25 штук, выглядит все это примерно вот так. То есть, мы нажимаем сюда подойти, нажимаем Blink наверх и нажимаем дальше ходить по кругу. Смотрите, как это выглядит. Сталкеры идут и пытаются выполнить вот это задание. Они подходят и начинают все по очереди блинкаться. Shift команды очень эффективный, поэтому их используют часто. Типичная ситуация, сталкеры против танка. К примеру, мы идем, подходим, ловим снаряд и подходим уничтожать танк. В итоге, мы имеем 5 пробитых сталкеров. То, что танк успел выстрелить 2 выстрела. И это избежать достаточно легко. Если вы заранее знаете примерно, где находится танк, вы должны подойти в его зону способности и заставить сначала его атаковать одного сталкера. То есть, вы идете, выбираете одного, нажимаете Blink вперед, а потом всеми остальными. В итоге, только один сталкер словит вот эти 2 снаряда танка, а все остальные останутся целые. Очень полезно. Таким же способом можно увернуться от снаряда мины. Вы просто ждете, пока он выстрелит и нажимаете скачок. Очень легко, если хоть немножко потренируетесь. Ямато тоже не проблема. Но одно из мощнейших оружий, это, конечно же, фокус фаер. Сталкеры с глинком могут сблизиться очень быстро с соперником и начать внезапно фокусить нужных юнитов. Советую вам самим взять и зайти в юнит-тестер и посмотреть, сколько сталкеров нужно, чтобы уничтожить какое количество юнитов. Таким образом, вы сможете четко знать, когда у вас доступен фокус фаер, а когда недоступен. Под недоступен я подразумеваю вот такую вот историю. К примеру, у нас есть один сталкер, и мы на него бежим семью сталкерами. Если мы выстрелим первый выстрел, он не погибает, и у него остается четверть хп. Поэтому три четверти следующих снарядов, если мы по нему еще раз ударим, улетят в никуда. Не стоит забывать, что сталкер достаточно большой юнит. И если у вас такая проблема, например, что вы знаете, что к вам сейчас поедут гелионы, а у вас на второй базе, к примеру, здесь нету рабочих, то есть вам защищать нечего, вам главное, чтобы они не заехали наверх. Два сталкера на рампе не пропустят никаких гелионов. Посмотрите, насколько это жестко. Главное, не забывайте, чтобы сталкеры стояли на холд позишн. Потому что в противном случае гелионы смогут их вот так вот спровоцировать и в конце концов проехать, если им повезет. В центре он же часовой. Юнит, который в основном знаменит своей способностью force field. А вот этот force field, он модулирует пространство во время боя. Он ставит непродолимую преграду практически для всех юнитов. И как его можно использовать? Одно из использований, это, конечно же, просто не дать сопернику, к примеру, попасть в какую-то нужную вам точку. То есть вот так вот не пускаем зерлингов наверх. Но зерлинги могут обидеться, развернуться и уйти. Вы можете не делать так, а давать сопернику, так сказать, надежду. То есть, например, ставить зилота в какой-то проход. И параллельно с этим, пока бегут к вам линги, делать ему вот такое вот удобное для него пространство. Вы уже знаете, как зилот в таких удобных пространствах спокойно себя чувствует. Самое главное, не забывайте, что force field действует и на ваших юнитов, и выталкивает их. Таким образом вы можете спасти зилота от этой яростной атаки, если он попадает в беду. Способность guardian shield. Эта способность уменьшает урон от дальних атак. Именно от дальних атак. Поэтому, если вы сражаетесь против мариков, к примеру, то вот все, кто находится в этом радиусе, радиусе вот этого круга, получают меньше урона от мариков, от сталкеров, от любого юнита, который бьет дальнюю атаку. Нужно всегда иметь хотя бы одну центрию в замесе, чтобы включать и минимизировать урон по вашей армии. Следующая способность – галлюцинация. В большинстве своем галлюцинацию используют для разведки. К примеру, это будет феникс, потому что это самый быстрый юнит протаса, ну и который летает. Естественно, удобная разведка. Вот, тем не менее, можно использовать галлюциногенного вот этого оракла, который будет показывать, что смотри, оракл, возможно, соперник испугается его и решит сорвать своих рабочих с минеральной линии. Но также есть и интересные варианты. Можно делать иллюзии, к примеру, архонтов. Они имеют наибольшую плотность, поэтому парочка таких архонтов смогут выдержать на очень много ударов. И таким образом, ну, соперник может просто проиграть именно большое количество ДПС во время сражения. Если же вы хотите идти в ранний какой-то пуш, и у вас, к примеру, нету иммортала, то вы можете сделать вид, что у вас есть иммортал, потому что на иллюзии иммортала включается способность, и соперник может решить, что это настоящий, и начать его фокусить. Иллюзии больших юнитов не давят форсфилды, в то время как настоящие большие юниты, такие как Колосс и Тор и Ультралиск, спокойно давят форсфилды. Также форсфилды взрываются от способностей ревагеров. Кстати, если вам просто нужны какие-то юниты для массовки, то выгоднее всего пробки, потому что их появляется сразу 4, либо любые юниты из гейта, которых появляется по 2, такие как Зилки, Тамплиеры, Сталкеры и Адепты. Когда вы кидаете форсфилды в бою, у вас на самом деле несколько вариантов. Если вы прям очень боитесь армию соперника, вы просто кидаете заранее в филды, чтобы она не могла пройти. Но есть более эффективные варианты. Один из них, если вы понимаете, что армия соперника будет убегать от вас, наоборот, кинуть филды назад, чтобы она не могла убежать уже. Если у вас вроде бы разный бой, вы можете сделать его неравным, ведь форсфилды отталкивают соперников, и вы можете просто взять и сделать вот такой вот мув, поделив армию на несколько кусочков. В итоге мы получаем, что соперник не будет иметь возможность сражаться какой-то частью своей армии. При этом не забывайте, что прямо во время сражения вы можете модулировать различные, опять же, вот эти ситуации. К примеру, вы не дали сопернику пройти, но он слишком хочет пройти, и вы берете, зажимаете его в ловушку, таким образом, по итогу отсеивая половину его армии. Также не стоит забывать, что форсфилды толкают юнитов. И если мы сделаем так, что форсфилды будут пытаться затолкать юнитов сами в себя, они начнут соединяться. Вот, к примеру, отличный пример. Мы делаем вот такую ловушку из форсфилдов и начинаем толкать тараканов вовнутрь. Смотрите, в итоге мы получаем какой-то маленький кружок из тараканов, который, к примеру, влетает без раптор. Шедеврально, по-моему. Но всегда такой вот роскоши, как много центрея, у вас не будет. И один из эффективных действий в замесе, например, когда у вас немного энергии, это просто банально, когда у вас юниты сражаются стенку на стенку, вы блокируете сопернику вот так вот двумя филдами площадь. Я сейчас объясню, что происходит здесь. Таким образом, вот эти вот юниты, которые остаются сзади, не могут сражаться. То есть мы забираем вот это пространство, и соперника вроде бы кажется, что его много, но в реальности у него часть юнитов перестает сражаться из-за просто банально кинутых вот так вот двух филдов. При этом его армия будет пытаться все время сражаться. Это будет неэффективно. Адепт. Простой, понятный юнит. Когда мы им жмем способность, у нас появляется тень. Через какое-то время, когда тень вот эта закончится время, адепты появятся на ее месте. Все очень просто. Если мы хотим не появляться на тени, мы можем нажать Escape, либо отмена. Таким образом, адепты не появятся на тени. И именно так мы можем обманывать соперника. К примеру, мы можем кидать тень в одну сторону, бежать адептами в одну, и тенями мы тоже можем управлять. В итоге сопернику придется думать, появимся мы или не появимся. Это можно использовать как дополнительный сплит. К примеру, когда на вас бегут бейлинги, адепты очень к ним уязвимы. И так как адепты очень медленно ходят пешком, они не успеют засплититься, как, к примеру, марики под стимпаком. Таким образом, нападать на бейнов выгоднее самому, потому что у вас будет много времени сделать вот так вот и полностью засплитить адептов, чтобы избежать урона. Также адепт во время телепорта, так же как и сталкер, игнорирует залпы различных снарядов. Естественно, применяется это намного реже, но тоже можно. К примеру, от той же мины можно взять и увернуться. Вот так вот. Высший тамплиер, он же Штормовик, используется в основном как раз-таки для Шторма. Шторм — отличная способность, которая наносит урон в области, которая подсвечена. Самое важное, что знать, как только вы наводите на юнитов, которые будут попадать под вашу способность, на них появляется кружочек. Я думаю, понятно. И мы наводим, жмём, и в течение времени наносится урон. Самое главное знать, что в течение времени за 3 секунды несколько тиков наносят 80 урона. Поэтому будьте готовы, что соперник будет отступать, и нужно будет разбегаться. Два тамплиера могут становиться Архонтом, если мы нажмём кнопку, и они вот так вот превратятся в Архонта. Тут ничего особенного, в принципе, нет. Самое важное, так сказать, взаимодействие тамплиеров — это против Гастов и, к примеру, Инфесторов. Гасты могут кинуть ЕМП, которое абсолютно сразу же лишит, во-первых, его щитов, во-вторых, энергии. Полная энергия у тамплиеров редко накапливается в играх, поэтому, скорее всего, у вас штормовики станут полностью бесполезными. Как же против них сражаться? Всё достаточно просто. Вам очень важно настроить Rapid Fire. Если вы не знаете, что это, просто загуглите. Это когда мы держим кнопку, и у нас используется способность очень быстро. Таким образом, к примеру, Гасты, которые бегут кидать какую-то способность, будут очень легко повержены, если вы держите Rapid Fire. Вот так вот они все лягут, собственно. Всё очень легко и просто. Точно так же будет с Инфесторами, с ними ещё проще, они медленные. Дарки — ничего необычного. У них, естественно, есть способность Blink. Не забывайте её использовать, если вы выучили, потому что так они быстро сокращают дистанцию и могут менять свою точку положения. Следующий юнит у нас идёт — призма. Итак, вот все полезные вещи с призмой. Во-первых, это способность поднимать и скидывать юнитов. Юнит всегда скидывается в сторону, в которую смотрит призма. К примеру, вот она смотрит у нас направо, он выплёвывается вправо, вот она смотрит налево, вот он выплёвывается, соответственно, влево. Вот поднимаются юниты либо выбором юнитов и нажатием правой кнопки на призму, либо выбором всего и нажатием правой кнопки на призму, либо, когда у нас выбрана призма, жмём правой кнопкой на юнитов, которых мы хотим подобрать. При этом, заметьте, призма ускоряется, замедляется и потом только поднимает юнитов. Таким образом, вы можете потерять какого-то важного юнита. Смотрите внимательно. Вот она ускоряется, замедляется, поднимает. Чтобы этого избежать, жмите сначала поближе к юниту, а потом только нажимайте «Подъём». Таким образом, вы избежите анимации именно замедления. Призмой стоит научиться контролить вот в таком ключе, чтобы она летела, скидывала юнитов, и поднимала юнитов. Таким образом, вы можете своей медленной армией догонять каких-нибудь тараканчиков. Также это работает абсолютно так же, как блинк у адептов, сталкеров, дарков. Можно уворачиваться от снарядов. Одна из стратегий, используемых с призмой, это дроп штормов. Обычно это достаточно трудно, потому что у вас призма летит, и выкинув штормов, вам нужно их выбрать, вспомнить, где способность, и кинуть. Не забывайте, что штормовики в контрольной группе имеют приоритет. Поэтому, если вы добавите в одну контрольную группу штормовиков и призму, и все это будет вот в одной контрольной группе, то при высадке вы можете сразу же нажать контрольную группу, и у вас будет выбран штормовик, и вы можете сразу кидать шторм. Выглядит очень эффектно, быстро. Вот так вот все это выглядит. Также для высадки. Как забрать рассказал, а как высадить? Нажимаем кнопку высадки и нажимаем на призму. Первый способ. Она просто будет стоять в своей точке, где она стоит, и высовывать юнита. Второй способ, это нажать в какую-то точку. Она ускорится, замедлится, начнет высаживать, соответственно, юнита. Но еще один выгодный способ, это нажать, чтобы она куда-то летела, нажать кнопку дроп, и нажать на саму призму, и она будет высовывать всех по дороге. Самый действенный способ. Также можно внизу выбирать конкретного юнита, и нажимать на него левый кликом, и он будет высовываться из призмы. Один из приемов, это лесенка. Призма имеет способность открываться, таким образом на нее можно варпать из гейтов. Но, опять же, если у вас вот здесь вот стоит такой указатель, а я рекомендую его включить в настройках, во вкладке геймплей, игра, и подсказка по воздуху, ставим всегда. В итоге у нас показано, где призма сейчас находится физически. И вы можете снизу залазить наверх, и скидывать юнитов сверху. Это называется лесенка, либо лифт. Ну и не стоит забывать, что призма образует под собой место для быстрого варпа. Но также это поле, в котором можно строить здание. Таким образом, вы можете, к примеру, увести пробку в какой-то край карты, и построить там даркшрайн. Если вам не нужны апгрейды в даркшрайне, потому что даркшрайн должен работать только для того, чтобы делать блинк на дарков, вы можете забить на него и улететь. А он строится будет дальше. Он достроится, и будет давать вам возможность строить дарков. Имморталы. Ничего необычного. Самое главное, что нужно знать за иммортала, то, что его обилка включается, как только он получил урон. Поэтому, если вы знаете, что вы в ближайшее время получите урон, не старайтесь сильно убегать имморталами. Потому что, как только они получают урон, только в течение двух секунд они будут впитывать 100 урона. Если мы начнем убегать, обилка выключается. Поэтому, как только получили, иммортал загорается таким беленьким, остаемся и дальше сражаемся. Колодцы. Бьют двумя лазерами, бьют сплэшем. У каждого лазера свой урон. Они наносят по 10, либо 15 урона по легким. Как вы видите, очень простая, понятная атака у него слева направо. Таким образом, вы можете прикидывать, где атаковать и как атаковать колоссам. К примеру, у нас несколько групп мариков. И если мы будем выбирать левого марика, мы нанесем урон только по троим. Но если мы будем выбирать центрального, то мы нанесем урон всей линии. Нанесение урона колоссам в нужную точку армии очень важно. Ну и также вы можете понять, естественно, что абсолютно бесполезно бить вот в такой линии, потому что колосс начинает бить уже не сплэшем, а как бы по одному марику, что очень неэффективно. Поэтому, когда видите вот такую группировку, старайтесь начать сражение в центр этой группировки. Дизраптор выпускает сверхнову шар, который летит и взрывается в указанной точке. У Дизраптора есть поле, которое как бы показывает, докуда долетит шар. И в принципе, оно примерно так и есть. Самое главное, не забывайте, что вы всегда можете двигать ваш шар во время полета. К примеру, выпустили его в одну точку, потом выбираете другую и он отлично контролируется. Дизраптор не наносит урон по другому Дизраптору. Однако, по дружеским юнитам он отлично наносит урон, поэтому будьте осторожны. Фениксы. Фениксы отличные юниты. Если вы контролируете их, нажимая куда-то подальше, они будут лететь, соблюдая формацию. Если же вы внутрь воображаемой коробки начнете нажимать правой кнопкой, они будут соединяться. И таким образом вы можете сделать одного как бы Феникса. Если будете дальше аккуратно вот так вот контролировать, то Фениксы будут соответственно летать весьма вот так эффективно, не разлетаясь. Весьма удобно. Здесь опять же вам пригодится рэпид фаер, к примеру, для ситуации, где вам нужно поднять много мариков. Достаточно тяжело использовать способность Феникса подъем юнита, а Феникс бьет только по воздуху, соответственно наземных юнитов ему надо поднимать. Если вы будете нажимать вот так вот по очереди, марики бегают, попадать тяжело. Рэпид фаером вы можете просто-напросто вот так вот начать их поднимать, и практически без потерь очень легко и быстро уничтожить целую армию даже мариков. Из полезных свойств Феникса это, к примеру, Дизраптор соперника, который летит в вас, если вы его поднимите, отменяется анимация шара, и он вообще не наносит урона. К примеру, на вашего иммортала нападают зерлинги, и вы понимаете, что ему конец. Феникс может поднять даже своего юнита, таким образом выиграть для него время, ну и спасти от посягательств соперника. Прием, которым я показал, что мы можем объединиться в одну точку, помогает, во-первых, сфокусировать атаку Феникса, во-вторых, не дать понять сопернику, сколько у нас точно юнитов. К примеру, вот соперник, если он видит такую армию, он улетит, но если он такую видит армию, он точно не знает сколько нас и мы можем начать уничтожать по одному из его Фениксов. Как вы видите, первых двух мы уничтожили за первых пару зарядов и его снаряды происходят в случайные точки, а наши фокусировано бьют по одному. В итоге мы почти не потеряли никаких Фениксов. Также закопанный люркер, если мы его подымем, будет не просто выкопан, а еще останется раскопанным. Таким образом, вы можете заставлять Дерго заново и заново их закапывать, тратить АПМ на это. Вайдрей тут ничего особенного. Принципы все соединения в одну точку так же как у Фениксов работают. Способность у него очень интересная. Она по бронированным юнитам начинает наносить больше урона. К примеру, мы берем два Вайдрея. Тот, который имеет включенный луч, конечно же выиграет, потому что с выключенным не наносит бонус-урон по бронированному. Но самое главное знать, что с выключенным лучом вы медленнее. Таким образом, к примеру, сражение начинается, у нас луч включается и соперник решает улететь. Он от нас улетит. Чтобы вот этого не допустить, не забывайте, как у адепта, выключать эту способность. К примеру, соперник на вас нападает, вы включаете луч, он решает, я улечу, вы отключаете луч, летите за ним. Он уже все равно проиграл сражение. Кэрреры. Их основной нюанс то, что у них платные патроны, то есть выстрелы интерсепторов, они платные. И интерсептор сам по себе это не выстрел, это маленький самолетик, который потом атакует. А как эффективно атаковать, к примеру? Это нужно выпустить интерсепторов для начала, и они стоят и атакуют. Если вы полетите назад, интерсепторы за вами не полетят определенное количество времени. Поэтому одна из эффективных стратегий именно того, как сражаться за кэррера, это выпустить всех интерсепторов, дождаться, потому что если мы сразу улетим, как вы видите, остальные интерсепторы не вылетят. Вот у нас четыре интерсептора. Нам нужно выпустить всех, вот мы их выпускаем, мы отлетаем и держим дистанцию. И вот на этой дистанции от соперника мы сражаемся. Если дистанцию разорвали, интерсепторы полетят в нашу сторону. Для сравнения и важности того, что нужно выпустить и потом атаковать интерсепторами, вот посмотрим такую ситуацию, замечаем, сколько времени у нас потребовалось на то, чтобы начать наносить урон по вот этому хайву, и сейчас мы берем и меняем цель. Посмотрите, насколько быстрее сразу же он начинает сгорать, потому что у нас все интерсепторы одновременно начинают атаковать. При нажатии кнопки стоп, они все летят в нашу сторону. Эмпесты, тоже простой юнит, за него опять же выгодно становиться в одну точку и так вот из одной точки начинать атаки, потому что таким образом вы сфокусируете свою атаку и сможете покусить большое количество строений юнитов соперника и так далее. Особенно эффективно, если они залетают, например, в какие-то точки, в которых их тяжело достать. В воздушном пространстве, где до них не дотянуться, вы за карреров просто залетаете и издалека вот такой маленькой точечкой начинаете просто ваншотить любое здание юнита соперника. Oracle классный юнит, у него есть способность просветить, вы нажимаете и постоянно будете видеть соперника, именно юнита, не то, что он видит, а просто самого юнита, где он ходит, что он делает. Также можно подсветить невидимых юнитов. Одна из способностей основных Oracle это луч. Когда мы его включаем, он может стоять и атаковать, но у Oracle огромная скорость передвижения, при этом скорость ускорения и замедления тоже огромная, поэтому если вы хотите научиться контролить Oracle, нужно научиться включать луч и нажимать Move Атака. То есть, если мы будем ходить, нажимать Move Атака, мы будем эффективно наносить урон. В противном случае соперник всегда сможет от нас убежать из-за наших огромных замедлений, потому что вот у нас луч есть, носит урон, потом не наносит, наносит, не наносит и так далее. Особенно эффективно, когда эта бригада ораклов летит через минеральную линию, надо уметь вот так нажимать Атака, Move, Атака, Move, чтобы уничтожать дронов или кого вы хотите уничтожить. Но, опять же, одна из классных способностей оракла это статическая ловушка. Вот такая статическая ловушка. Если соперник зайдет в ее зону, он статически остановится. Очень эффективно в минеральную линию кидать, если соперник не заметил, его рабочие перестают добывать. Если вы кинете еще одну ловушку на тех юнитов, которые находятся под воздействием, она сломается и ничего не произойдет. Но, если рассчитать все вовремя, то она закончит свой каст, сработает и юниты опять останутся в стане. В юнит-тестере протестировать это невозможно, это нужно тестировать только в обычной игре. Ну и самый основной юнит Мазершип Корр, у него осталась способность вот такого замедления, но так как сейчас она очень медленно кастуется, используют сражения его редко. Мазершип Корр делает невидимым всех вокруг юнитов, таких как боевые юниты, пробки и даже здания. Но это не основные его способности, самое главное это массовый рекол. Причем это рекол юнитов к материнскому кораблю. И как это используется в играх? Это используется действительно как классный тактический прием. Возьмем для примера, что вот это четвертая база соперника, вот это какая-то первая база соперника. Вы идете основной армией атаковать на соответственно главную базу соперника, но он ее отлично защищает. И вы понимаете, что ну вам будет тут тяжело, вам нужно что-то сделать. и материнским кораблем вы летите в сторону четвертой базы и просто забираете вот эти войска. В итоге соперник защищался здесь, а вы очутились здесь. Вот этот тактический прием очень отлично работает в играх. Рекомендую. Что ребята, мы подошли почти к самому концу. И здесь я вам расскажу, что будет в следующей серии, если вы активно на это видео накидаете лайков, комментов и оно начнет продвигаться. Ну, либо поддержите рубрику по ссылке, но время осталось немного. А в следующей части мы разберем основные составы протасов, такие как сталкеры и колоссы, золотая армада в виде вайдреев и керрера, фениксы адепты, зилки и мы и архонты, а также фениксы колоссы. Это все стандартные продуманные уже рабочие составы протасов и мы разберем как они работают, когда они работают, как ими играть, как в них выходить и как развиваться в каждом матчапе. Основные открытия протасов и в общем это будет крутое продолжение полноценного полнейшего гайда на протасов. Ну, а с вами был Тед, всем пока!